здравствуйте товарищи сегодня у нас видео как всегда запоздавшие конечно но тем не менее сами видите мы занимаемся делом марк 4 ребят как вы можете видеть это подвижно спинная часть в принципе подвижность усиленный каркас все ради того чтобы поставить двигатель внутреннего сгорания на спине или на животе если мы будем потом крепить ее на силовую броню здесь будет стоять двигатель внутреннего сгорания от бензопилы который был мной переделан перебран сделана рама для крепления дымферная чтобы она не передавала своих вибраций на корпус полом для пневматики или гидравлики мы еще сами не определить да простите я нажал на зажигание естественно мы его потом заглушим чтобы он меньше издавал звуков чтобы меньше вибрировал изначально мы задумали весь этот проект ради того чтобы силовая броня могла у нас в конце концов хотя бы ходить потихоньку помаленьку шаг за шагом вот вы видите здесь сустав ноги но он уже усилен по сравнению с марк 1 эта конструкция намного прочнее чтобы ничего не сломалось очень толстое железо очень надежные суставы чтобы не дай бог там не сломать не сломаться почему мы начали это делать да просто потому что мы не хотим переделывать силовую броню постоянными бесконечными переделками мы хотим сейчас отработать технологию да если получится мы сделаем эту часть как взаимозаменяемой просто-напросто это легко и просто чем брать и пилить уже имеющиеся готовые в общем сами все увидите значит здесь мы сделали возможность поддержки таза здесь будут стоять газ лифты которые будут разгружать спину вы видите что спина несущая она здесь не делится на секторах здесь вы видите опять же шаровые потому что нам нужно будет все равно какую-то степень свободы дать этому механизму здесь будут стоять приводы механические приводы которые будут двигать ноги чтобы разгружать нагрузку нагрузку на ход на бег почему мы больше склоняемся к гидравлике в данном моменте многие скажут наверное что пневматика проще с пневматика легче работать но тем не менее почему гидравлика потому что во первых она мощнее и не нужно здесь думать что пневматика должна все решить все проблемы на самом деле это не так во первых потому что плотность воздуха меньше чем у жидкости во вторых пневматика работает быстрее и резче но нам нужны плавные движения поэтому мы склоняемся к гидравлике гидравлике намного плавнее работает и это будет проще реализовать в клапанах в системе управления на самом деле у нас еще есть своя собственная изобретенная комбинированная система пневматики и искусственных пульс но пока мы ее еще не тестировали думаю вот этого делать идет со временем вот что еще надо будем делать будем пробовать так 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 и так и Продолжение следует... 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 Спасибо вам большое... А на этом я с вами прощаюсь... Впереди вас ждет еще много чего интересного... До встречи... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...